И так, господа, это полулегкий вес, мы представим оппонентов, спортсмен в Синеводу, ему 24 года, официальный вес 66,20 кг рост, 173 см, профессиональный рекорд, 4 победы, 1 поражение, базовый стиль ММА, он представляет город Краснодар в Синеводу, Аркадий Азипян! Ее соперник Краснодару, ему 23 года, официальный вес 66,30 кг рост, 174 см, профессиональный рекорд, 5 побед, 1 поражение, базовый стиль Панк Рачион, он представляет город Краснодар в Синеводу, Чемпионат Синевод! Полулегкий вес, Аркадий Азипян против Джамбулата, Селимханова, Краснодар против Грозного. Достаточно активно начинают бойцы, пытался сейчас с Азипян сблизиться, но Джамбулат ответил несколькими ударами, здесь попытка перевода неудачная, и целую серию ударов друг к другу нанесли бойцы, в большей степени Джамбулат Селимханов. Ну, посмотри, сейчас тоже неплохо цепляет соперника и призывает зарубиться. Ой, хороший какой апперкот! Еще добавляет тяжелейшее попадание, но Азипян держит удар. На руках, конечно, существенное преимущество Джамбулата, по крайней мере сейчас здесь в старте. И не дает возможности он сделать перевод сопернику. Ну, да, перевод просто неподготовленный получается. Суетен. Пытается его сделать постоянно каждый раз. Аркадий, посмотрите, снова справа слева попадает. Еще раз. Еще одна попытка перейти. И вот здесь как раз-таки помогает то, что за спиной нет сетки Джамбулата Селимханова. Да, вот Джамбулата, конечно, хорошие руки, достаточно плотного удара, проходных практически нету. Но есть перевод. Смотрите, Финн забирает. Тут же насыпает в голову. Да, буду крайне удивлен, если этот бой продлится всю дистанцию. Посмотрите, как чуть сам не ошибся Джамбулат Селимханов. И еще добавляет. Сначала слева, затем справа. Отвечает левым джебом Асипян. Колено хорошее в корпус от краснодарского бойца. Еще левым джебом Асипян. Ну, собственно, пока вот это наибольшее, что получается, работать вот эти колени в корпус на выходе. Они действительно заходят. Другой вариант, что они не приносят должного эффекта. А на руках опаздывает, опаздывает, конечно, Аркадий. И в борьбе... Да, в борьбе в основном он идет именно в ноги. А проходом в ноги, очевидно, Джамбулат готов. Вот сейчас как раз-таки этот самый проход Асипян делает у сетки. Но, как посмотрите, грамотно ушел в сторону Джамбулат Селимханов. О, еще одно классное попадание. Но удар здорово держит Аркадий. Подсек ногу. Подхватил ногу и тут же справа еще добавил. Очень много в последнее время мы видим вот эту связку. Правый апперкут, лево-боковой. И я понимаю, почему. В принципе, практически в каждом момент мы видели, как она проходила. Проходила успешно. Супермен. Супермен панч, попытка этого удара. Да, его же называют иногда кикбоксеры стрелка. Ну, когда показываем лор-кик, потом бьем, соответственно, в прыжке правой прямой. Дальней прямой. Хотя, кстати, некоторые кидают в передней руке этот прием. Я пару раз видел. Не получилось вот так вот просто сразу, как бы сказать, прокатиться по Аркадию Осипяну. У Джамбулата. Точнее, получилось, но... Не до конца. Не дало это, как бы, того результата, который хотелось бы. Но, тем не менее, продолжает доминировать. Да. Семен Фану. Он контрол на сетке. И вот начинает обрабатывать бедра соперника. Сушит. Ну, дело на Осипяну. Бедра, вернее. Интересно, что Аркадий Осипян, ну, по крайней мере, его секунданты вышли в цветах клуба «Львиное сердце». Ну, видимо, есть филиал в Краснодаре у этого московского клуба. Кстати, я знаю, что есть и в других городах. Ну, или просто, как бы, это товарищи. Так или иначе, поддержка у него должна быть достаточно компетентная. Потому что клуб уже успел себя зарекомендовать многими громкими победами. В том числе и бойцами ИСИИ. Ну, он все время продолжает коленами по бедрам стучать Жабула Селимханов. При этом несколько ударов локтями. И до этого тоже нанес Аркадий Осипян по голове соперника. Ну, это такой задел, наверное, на будущее. Вот эта работа финальная по бедрам была. Почему? Потому что во втором раунде, конечно, уже тяжелее будет двигаться Аркадио. Мы видим с вами самые яркие эпизоды первого раунда. Ну, и на подходе раунд под номером два. Парк начался второй раунд и снова зарубились прям с первых секунд бойцы. Сейчас неплохо, кстати, начал Аркадий Осипян. Да, есть вероятность, что он так настроился в перерыве. Очередная попытка перейти неудачная. А это уже контратака от Жабула Селимханова. Он забирает спину. Одна нога заправлена, но не надолго. Молодец, кстати, вышел здорово. Ой-ой-ой. А вот сейчас хорошее попадание. То есть бил как бы чуть ниже и получилось, что как раз в голову. Вот, посмотрите, попытка в душе. Мне кажется, там не было хорошо плотно взять захват. Но теоретически, вы знаете, все бывает. По-моему, не было все-таки захват там взят. Да, я, кажется, прав в этой ситуации. Но в любом случае уже здорово. Хорошая работа в начале этого первого раунда. Минута удачная для Аркадия Осипяна. И снова начинает по бедрам стучать коленями. Жабула Селимханов. Ну, вот она вот эта вот вязкая работа, которую, да, стоит ожидать, в принципе, от профессионалов. Когда примерный паритет в каком-либо компоненте, немножко работа застревает. Вот здесь никто никому не хочет эту позицию отдавать. Однако у Джамбулата, конечно, сейчас положение куда лучше. И то, что он сейчас сушит эти ноги, это, конечно, обязательно скажется. И колено в голову. Больше не бить, потому что сейчас уже акцентированно находится на канвасе. Еще одно колено. Я думаю, еще не одно колено. Будет. Пока позиция эта особенно никуда не двигается. Ну, вот, может быть, сейчас... А может быть, стоило бы Джамбулату отпуститься от этой стойки начать работать? Ну, в стойке Аркадий начал огрызаться. Хотя, да. И у него начали... Определенный потерял сам Джамбулат, поэтому... Ну, и поймите, здесь надежная работа, а там, ну, есть некоторые риски. То есть, это нерационально. А здесь ты прижимаешь, ты потихонечку забираешь на себя судейские записки. Все лучше. Плюс, судя по всему, в этом аспекте не уступает. Тоже, где он бывает, заперник, извиняюсь. Ну, да, как минимум. И, вероятно, опять сечка. Так, неужели у Аркадия получится перевод? Да, секунданты Аркадия, мягко говоря, активно к этому призывают. И получается, получается, Аркадия первый перевод. Здорово. Есть у него некоторая такая связь с секундантами. И то, что сейчас он находится в своем условном углу, я так понимаю, на него положительно влияет. Ну, там один из секундантов уже голову себе сорвал. Они там сидят в масках, и их через маски, соответственно, слышно несколько хуже. Вот мы видим в конце, опять же, Арман Гулян. Заслуженный спортсмен. Все-таки поднялся на ноги Сырмханов, но ненадолго. Еще раз переводит его. Чуть не отдал спину, кстати, сейчас. Поменялась, конечно, картинка, обратите внимание. Концовку забирает именно Аркадий Осипиан. Посмотрите, какие удары там целую порцию насыпал он. И попытка броска вот здесь вот за всех подержал. Очень интересно. Он, получается, в принципе, зацеп он перевел. А обычно в другую сторону зацеп делают. А здесь вот сейчас ненавидят. Здорово, здорово, здорово. И посмотрите, как много ударов сейчас нанес по сопернику Аркадий Осипиан. И он очень близок к тому, чтобы забрать этот раунд. И вроде не ждали, не ждали, да? Такой вроде провальный первый раунд. А нет. Вторую половину уж точно забирает этого раунда. И если там по запискам 1-1, я не удивлюсь. История всего, так оно и есть. Мы видим у обоих бойцов следы боя, что ли, на лице. Не знаю, как это сказать. Некие кровоподтеки, ссадины. Но что приятно. Да, кровь есть. Но сечек вроде бы особенно нет. Интересно, интересно. Вроде бы только мы уже подумали, что все. А оказалось, что нет, совсем не все. А потом оказалось, что совсем не все. Но за третьим раундом, конечно, очень интересно будет сейчас видеть. Максимально сейчас работают, конечно, секунданты. Это последний шанс сегодня проявиться. Принять участие, пускай опосредованное, в этой сплавке, в этом поединке. Ну и вот так вот. А что там случилось? Что там случилось? А вот это нехорошо. Это нехорошо. За это, по идее, как бы дают замечание. Ну, там спровоцировал, на самом деле. Думаете, там были какие-то слова? Да. Настраиваюсь, закричал Селимханов. Его спровоцировал на что-то. Аркадий Осипян. Ну, нет, кстати, вот молодцы обратить внимание. Пожали руки. Ну, и сейчас, я думаю, мы настоящую рубку увидим. Потому что это уже дело принципов вошло. Да. Возможно, спорт уже закончился. И началось что-то большее. Аркадий Осипян. Конечно, очень важно совладать со своими эмоциями в такой эмпиджон. В такой ситуации. Мне удалось перевести Осипяна соперника. Теперь уже ответная атака от Джамбулата Селимханова. Да, в борьбе. Это оказывается, крышедарский боец. В борьбе. В борьбе сегодня решаются все вопросы. По крайней мере, в последних наших нескольких схватках. Чувствуется прям, как болеют за своих спортсменов. Вот угловые Аркадия Осипяна уже сорвали просто голос. Говорят, сейчас, сейчас Аркадий. И мы, в общем, понимаем, почему. Потому что, действительно, возможно, кто сейчас перехватит инициативу, тот и заберет себе этот бой. Да, этот раунд во многом... Вполне себе может быть решающий. Ой, какое колено. Ну, кстати, не сильное колено, но точное. Вот просто занял удобную позицию. Обратите внимание, как много выгоды он из нее уже извлекает. Время идет на него. Он в безопасности. А сам обстукивает коленями и забирает, забирает, забирает потихонечку в свою пользу. Будет ли какой-то перевод? Так, прихватил руку на Кимуру. Кимура нет. Еще один. Да, ну, здесь вот такое обстукивание идет. Задний повел. Поэтому собираю. Ну, и идет оно в пользу джамбулата. Понимаете, да? То есть... Конечно, конечно. Это какие-никакие удары. Это очки. И спину полностью практически забирает джамбулат. Но, думаю, то, что... Нет возможности так бы заправить ноги. Да, как важно позиционное доминирование все-таки. Обратите внимание. И, кстати, интересно. Идет миграция бойцов в сторону угла джамбулата. Да, 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 да. Попирается в эту сторону. И если есть некая эмоциональная связь действительно крепкая у спортсменов со своими секундантами, то сейчас она будет, вероятно, в пользу чеченского спортсмена. А вот развернулся обратить внимание Аркадий. И сейчас в одну ногу пытается перевести. Там, кстати, удушающий есть. Интересный такой. Можно попробовать провести. Нет, сейчас уже не удушающий. Но отзащищаться все еще может Аркадий. Ага, развернулся. Развернулся. Но развернулся он за 2 минуты до конца. 3 минуты, в общем-то, уже против него. Ого, ничего себе. Вот это поворот. Казарян атаковать. Это стратегически важный отрезок. При том, что, вероятно, по раундам у них сейчас 1-1. Забрать вот эту концовку, вот этого решающего раунда, это сильный ход. Сможет ли сейчас он это сделать? Тем более, что Казарян наносит явный ущерб. Вы посмотрите. Трибуны кричат джамбулат. Джамбулат, они поддерживают своего спортсмена. А Аркадий Осипиан, обратите внимание, впервые забирает настолько хорошую позицию. И ноги заправлены. И забирает он ее за минуту до конца этого раунда. Столь важного раунда. Пробил руку. Ничего себе, смотрите. Пробил руку. Взял захват. Сдача! Вот это да! Вот это да! Вот это развязка! Аркадий Осипиан на самой концовке. Очень непросто для него складывался этот поединок. В первом раунде казалось, что все закончено, а нет, нет. И вот так вот, такой сложный, такой непонятный второй раунд. И в итоге, в итоге победа в третьем удушающем приемом. То есть не судейским решением, а удушающим приемом. Слушайте, ну я думаю, армянский народ сейчас ликует просто весь. Очень важная, очень важная такая победа для... Ну, самого Аркадия, я уверен, потому что она очень трудовая. Это насколько, как бы сейчас, он по сути проявил характер, да. И казалось бы, ну в первом раунде действительно казалось уже проигранный бой. Бой в итоге вывел к досрочной победе. Наши поздравления клубу Львиное сердце.